Утро на Елисея Через болезненную историю взаимоотношений братьев сериал затрагивает многие аспекты семейных отношений. Насилие, абьюз, психологические травмы людей, выросших в нездоровой обстановке. Многие критики, посмотревшие первые эпизоды, называют проект самым душераздирающим сериалом за много лет и прочит главному актеру премию Эмми. Жизненные показатели падают, мы его теряем. Мы хотим загрузку. Тогда мы навсегда останемся вместе. Милая, ты потрясающая. Но навсегда это так долго. Цифровая альтернатива. Загрузку сюда. Другой вариант туда. Чего вы хотите? В одном клике от вас. Три, два, один. Загрузка. Сатирическая комедия рассказывает о будущем, где у людей перед смертью появилась возможность выбирать между полноценным уходом в иной мир и загрузкой виртуальной загробной жизни. Туда и отправляется главный герой. Для него это настоящий рай, где он встречает Нору, работницу службы поддержки программы, с которой постепенно сближается. Чем-то этот сериал вам напомнит черное зеркало, только гораздо легче и без мудреных отсылок. Актуальная комедийная научная фантастика о том, насколько увлекательной и веселой может быть жизнь на небесном карантине. Должна быть это огромная честь и ответственность управлять такой великой страной. Вообще-то это не так уж сложно. Буду рад выслушать, какие у вас ко мне претензии. Не обращайте внимания на тела. Екатерину Вторую не случайно стали называть великой. Успехи внутренней и внешней политики сделали ее одним из самых величайших мировых монархов и лакомым кусочком для кинематографистов. Новая версия расскажет о юных годах Софии Августа Фредерике, которая только-только выходит замуж за Петра Третьего, но вскоре разочаровывается царственном супруге и готовит заговор. Если вы смотрели «Оскароносную фаворитку», то примерно поймете манеру повествования этой истории. У обеих картин один сценарист. Юмор, юная эльфанинг и немного фантазии. Уверяю, такой Екатерину и Россию вы, увы, еще не видели. Сериал выходит 16 мая. Ненавижу этот парк. Кулачок грязи и сорняков. Мы его купим. Заключим величайшую сделку с недвижимостью в мировой истории. Битцы, можно задать вопрос? Это что на тебе собака? Да, это нормально. Врать не стану, она отвлекает. Вот и нет. Кто-то должен защитить парк. Основной конфликт сериала вы узнали. Новый анимационный музыкальный шедевр может напомнить вам закусочную Боба, что логично, потому что создатели одни. Главные герои – семья Тилерман, которые живут в центральном парке и пытаются спасти его. Осторожно, сериал вызывает ностальгию во времени, когда можно было свободно гулять. А вообще, это поучительная и, безусловно, вдохновляющая история, которая выйдет уже 29 мая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok